Привет, друзья! Ателье Hennessy Performance представило пакет доработок, нацеленный на то, чтобы превратить ваш Corvette Z06 в кузове C7, в настоящий болид. Правда, в этот раз парни взялись за открытую модификацию иконы американского автопрома и выжали из нее все, что могли. Для этого парни заменили стандартные коллекторы на новые, из нержавеющей стали, установили другую выпускную систему, заменили впуск воздуха и поработали с охлаждением. Сам же двигатель был усилен, а его мозги были полностью перенастроены. После таких изменений Hennessy удалось прокачать 6,2-литровый V8 до впечатляющих показателей в 850 сил и 969 ньютон-метров момента. В Ателье уверяют, что такая версия будет тратить на первую сотню чуть более чем 2,6 секунды и сможет пройти четверть мили за 10,3 секунды. Самое любопытное, что в компании можно заказать еще более мощную модификацию на 1000 сил, правда ее парни не замеряли. Учитывая, что в стоке Corvette Z06 выдает 650 сил, это очень серьезная прибавка в мощности, а также возможность сделать еще более привлекательным уходящей на покой поколение двухдверки. Ну а теперь поговорим о новостях из мира драг-рейсинга. Вы когда-нибудь задумывались, кому принадлежит мировой рекорд на четверть мили и какой это результат? Сегодня как раз пойдет речь о таком рекорде на 402 метра. В последнее время этот вид состязаний стал очень популярным и мы решили выяснить, а кому же принадлежит международный рекорд в абсолютном зачете и сколько ушло времени на то, чтобы пройти заветные 402 метра. Оказывается, его автором является профессиональный гонщик Сэмми Миллер. Сам же заезд состоялся на треке Занворд в Нидерландах. А теперь держитесь, сейчас будет очень много первобытной мощи. Для этой цели был создан ракетный болид, работающий на перекиси водорода и выдающий мощность в 28 тысяч лошадиных сил. Такой болид с легкостью способен набрать 160 километров в час за 0,3 секунды. Миллеру удалось пройти на этом монстре четверть мили за феноменальные 3,22 секунды и на выходе развить скорость в фантастические 647 километров в час. И это просто невероятно. К сожалению, данный рекорд не был засчитан, так как не были выполнены все условия для этих целей. Но мистера Миллера это никак не смутило, ведь ему принадлежит еще один рекорд в 3,58 секунды, установленный еще в далеком 1984 году. По сей день ни одно транспортное средство не смогло побить этот рекорд и преодолеть заветный рубеж. Ford GT может обзавестись модификацией с V8. Об этом сообщает ряд изданий, указывающих на фотографии нового тестового прототипа, который якобы оснащается 7,3-литровым V8 вместо привычного 3,5-литрового EcoBoost. На самом деле, слухи о такой версии давно витают в сети и кажутся вполне правдоподобными, учитывая, что в скором времени модель навсегда будет снята с производства. И такой прощальный жест кажется вполне уместным и запоминающимся, ведь больше бензинового Ford GT мы не увидим. Что ж, друзья, а у меня на сегодня все. Оставляйте свои отзывы по поводу услышанного и увиденного, и подписывайтесь на наш канал, если вы еще этого не сделали. Нам очень важна ваша поддержка. Всем удачи, пока!